Позвольте еще несколько замечаний по схеме Б, которая рисует нам общую картину. И начнем мы с рассмотрения диахронии. Это не какое-то заболевание, а лонгитюдное исследование того или иного предмета. Лонгитюдное. В данном случае нас интересует развитие откровения, от бытия до откровения. Развитие во времени, откровения и искупления. От первоначального творения до нового творения. А это значит, что нас также интересует линейность. А не только диахрония. В некотором смысле они обозначают одно и то же. Однако в эссе полезно использовать все же разнообразные термины. И вот еще один. Линейность. Или сюжетная линия. Одним из великих миссиологов прошлого столетия, его конца, был Лесли Ньюбиген. Очень интересная личность. Долгое время он служил миссионером в Индии. По возвращении в Британию, Ньюбиген понял, что его страна нуждается в повторной евангелизации. И если это так, то к данному вопросу надо было подходить с точки зрения общих принципов евангелизации, то есть с учетом культурного контекста Британии. Именно так трудятся миссионеры в зарубежных странах. В одном из своих исследований, посвященных теме миссионерства в другой стране и последующей адаптации в родной стране, Ньюбиген описывает следующее наблюдение. Оно относится не только к Ньюбигену, но скорее носит универсальный характер. Ньюбиген лишь прекрасно его оформляет словесно. Одно из существенных различий между многочисленными восточными религиями, которые оказывают на британцев все более значительное, влияние, и с которыми он был прекрасно знаком благодаря долгосрочному миссионерству в Индии. Так вот, многие из этих религий, индуизм, буддизм, с точки зрения их исторического и современного влияния, в общем и в целом исходят из представления о реальности, как о колесе. Колесе, вращающемся вокруг своей оси. Бесконечное повторение одних и тех же исторических моделей схем. Вполне понятно, как в такое понимание вписывается понятие реинкарнации. При этом момент спасения в этих религиях, индуизме, буддизме и так далее, заключается в том, чтобы вырваться из этого постоянного цикла рождения и смерти, обрести блаженство, достичь нирваны. Если бы существовал какой-то способ вырваться из этого круга, с самой окружности и достичь его неподвижного центра, мы бы, подобно отдельной капле, смогли раствориться в океане и слиться с ним. Достичь такого состояния можно, согласно этим религиям, разными путями. Существует несколько способов вырваться из бесконечного круговорота перерождений, освободиться от вечно движущегося мира, о котором мы имеем чувственное представление. Мир, в котором все течет и меняется, рождается, живет, умирает, рождается снова, но уже в другой форме. Вырваться из этого всего – большая мечта, огромное желание. Такой подход Ньюбиген называет подходом колеса. Чем же он отличается от библейской модели? В Библии нет образа колеса. В ней есть образ дороги, пути, путешествия, в котором есть начало, середина и конец. Нечто диахроническое, нечто линейное. Нечто сюжетное с началом в саду и финалом в граде. Итак, Библия рисует нам образ пути, дороги. Я бы сформулировал это так. Одно из ярких различий между христианством с одной стороны и восточными религиями, с другой заключается в путиобразности первого и колесообразности второго. Достаточно вспомнить, что первых христиан называли путниками, ходоками. Ходос. Иисус говорил о себе, что Он есть путь. В Евреям 11 это великолепно представлено, не так ли? Нам вспоминаются такие люди, как Авраам, который ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. В конце этой главы и далее, в главе 13, говорится о том, что мы, читатели данного послания, ищем града будущего, повая на обетования Божии, еще более великие, чем те, которые были даны народу в Ветхом Завете. И опять-таки, мы имеем дело с сюжетной линией, с повествованием, у которого есть начало, середина и конец, с продвижением от сада к граду. И движение это поступательное. Финал здесь сложнее начало. Как я уже говорил, Бог в конце концов приведет нас в город полной жизни. Более того, не все первоначальные элементы этой истории сохранятся до конца. Так, скиния, шатер собрания, как место Божьего присутствия в пустыне, по мере развития сюжета, выпадает из картины. Равно как и храм Соломона, он тоже остается в прошлом. Не все, что было в начале, в неизменном виде, сохранится до конца, ведь это поступательное движение. Библейское богословие занято тем, что по мере развития истории прослеживает преемственность и прерывность. То есть, то, что остается, а что утрачивается. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Один из наших преподавателей, доктор Ван Гаммерен, написал книгу по библейскому богословию. Название ее в контексте нашей лекции звучит красноречиво «Ход спасения». «Ход спасения». Развитие событий от сотворения до создания Богом нового Иерусалима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok